Девчонки, всем привет! Я у себя в косметичке нашла вот такую палеточку, которую я купить купила, но ни разу не использовала. Поэтому я подумала, что почему бы мне сегодня не сделать с ней макияж. У меня сегодня настроение как раз именно на вот такие фиолетово-сиреневые оттенки. И это будет вообще такое видео, даже и маленькое первое впечатление. В принципе, я почти что добилась того, чего я хотела, но, увы, эта палетка, это немножечко такое разочарование. Потому что у меня есть вот другая палеточка от Wet n Wild. Я не знаю, показываю ли я уже в своих видео или не показывала, но там некоторые оттенки действительно тушуются как масло. Вот очень легко. Здесь, к сожалению, такого нет. Я использовала вот этот вот оттенок в складку века для затемнения, да. И, если честно, было очень тяжело растушевать. И мне кажется, что я до сих пор даже не растушевала нормально, но я не могла постоянно идевозить кистью. Хоть у меня кисть замечательно очень мягкая, но у меня уже просто века немножечко поднатерлась. И я поняла, что я просто не хочу травмировать свою кожу. Вот. В общем, я не смогла растушевать нормально этот цвет. Я его больше никогда не возьму. Я его не советую. Но сделать макияж я сделала. Если вам интересно посмотреть, как я сделала этот макияж, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. И попробую сегодня первый раз тональный крем от Max Factor, который я показывала в видео о своих покупках. Буду надеяться, что эта тональная основа не окислится у меня в очень-очень темном лице. Я, кстати, заметила, что тональный крем распределяется именно вот так вот точечно по лицу намного лучше, чем выжимать на кисть. Потому что когда точечно вот так вот распределяешь, кисть размазывает все равномерно более. А когда наносишь, выжимаешь, например, на кисть или просто кистью макаешь с руки, и самая большая концентрация продукта, когда ты наносишь на одну точку, с одной точки, потом тяжелее размазать. Это все зависит, конечно, от тонального средства, но вот так вот точечно мне больше нравится. Вот так удобно. Два выдавливания из помпы мне вот хватило на все лицо и ничего даже не осталось на маке. Среднее влажное покрытие у этого тонального крема мне очень нравится. Дальше консилер у меня от NYX. У меня, кстати, самый светлый оттенок 0.1. Растушую его той же самой кистью, которая растушевывала тональный кисть. Крылышки носа тоже высветляют, потому что светлый консилер визуально, если его нанести вот так по бокам, делает нос ужин. А нос ужин нужен нам всем. Так, теперь я консилер пудрой закреплю. У меня от NYX банановая пудра. Правда, она белая, кажется, но она не белая. Она желтого такого бананового цвета. Дальше я сконтурирую лицо бронзером. У меня от Too Faced Chocolate Cilayl. Контурировать буду двумя кистями. Сначала маленькой прорисую здесь скулы, а потом уже растушую все более большой кистью по всему лицу. Я всегда растушевываю контуринг на носу кистью, которой я припудривала консилер. На ней остается немножко пудрой, и этими остатками можно смягчить темную линию. Дальше возьму большую кистью. И затяну сюда в белки. У меня, как обычно, палетка от Makeup Revolution. Я всегда беру вот этот вот цвет. Наверное, это ТОУП. Тут нет названия цветов. Это у меня, кстати, прозрачная тушь Shine In Shape от фирмы Astor. Так что, ну и теперь переходим к самим теням. Я постараюсь использовать все цвета только из этой палетки. Я возьму пушистую кисть. Вот такую для растушевки. И нанесу вот этот самый светлый оттенок на все веко, как базу. Я возьму вот этот вот темный цвет. Так как у нас уже есть светлые тени на веке, как база, то интенсивность темного цвета должна быть не такой сильной. Дальше я возьму кисть потоньше. У меня от Makeup это номер 221. И затяну складку века еще чуть-чуть больше. Но нам уже нужна линия потоньше. То есть большой кистью, которой я наносила тени ранее, уже так сделать не получится. Эти тени мне, кстати, не нравятся. Они очень тяжело распушевываются. Странно. У меня есть еще одна палетка от фирмы Wild, и там тени вообще хорошие. И несколько тонов там, конечно, провальные по качеству, но в принципе, распушевываются хорошо. Эта палетка этих цветов, очевидно, мне не нравится совсем. Тяжело прям равномерно распределить. Не могу про них вообще сказать, что они пушуются, как масло. Абсолютно нет. Так что я ее, наверное, не могу советовать. Получается такое видео, а-ля первое впечатление. Потому что я действительно до этого эти тени не использовала. Если честно, не хочу их использовать. Второй раз не буду. Дальше я возьму вот этот вот цвет. Вот этот. И нанесу его под темный цвет. Так как я не очень сильно люблю. Для подводки я возьму вот такую плоскую кисть. Она синтетическая. И возьму вот этот самый темный цвет. Дальше черный карандаш у меня от Inglot. Эта тушь по-прежнему остается для меня какой-то сложной. Ей тяжело прорисовать ресницы прям равномерно. Она все-таки склеивает их. Возьму от NYX. Это Каиро. Не сильно мне нравится формула этой матовой помады. Но цвет вообще просто идеальный. Самый-самый-самый нидовый. Румяна возьму из своей магнитной палетки. У меня вот такие есть румяна от KIKO. Калетер возьму у Becca Moonstone. Вуаля! Ну что ж, наш макияж закончен. Спасибо вам огромное за просмотр. Я буду очень рада, если вы поставите мне лайк. Если вы на меня подпишетесь. Тем более, я вообще буду очень-очень сильно рада. Я когда вижу каждого нового подписчика. Я так рада. Ура! Так что спасибо вам большое. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok